20 юношей, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних, отправились в военно-патриотический центр офицерское собрание. В течение недели подростки принимали участие в спортивных соревнованиях, а также осваивали военно-прикладные дисциплины. Тему продолжит наш корреспондент. Четвертый день в военно-патриотическом центре. По стойке смирно юноши стоят напротив памятника погибшим при выполнении служебно-боевых задач. В руках у каждого по красной розе перед началом занятий почтение памяти тех, кто защитил родину ценой собственной жизни. За время пребывания в этом центре ребята научились многому. Собирать и разбирать оружие, стрелять в тире, преодолевать полосу препятствий, уверенно передвигаться по скалодрому и маршировать. Одним словом, прошли небольшую подготовку к службе в армии. Это надо для дисциплины. Ты будешь более дисциплинирован, когда ты отслужишь год, за тобой уже будет прямое название мужчина. Сначала, когда я сюда приехал, мне было не по себе, но в скором времени я привык. Тут очень хорошо кормят, да и в общем весело. В первый же день мы пошли на картинги. Мне это очень сильно понравилось. Подобная практика существует в городском округе Люберца с 2010 года. Идея отправлять трудных подростков на военно-патриотические слеты принадлежит комиссии по делам несовершеннолетних. За многие годы такой способ перевоспитания молодежи дал положительные результаты. По поведению мы видим, что они меняются. После общения, ну сначала, когда приходишь на комиссию, они думают, что ну что такое комиссия, ууу, сейчас, да, как обычно, ругаться. Но когда они понимают, что к ним относятся с пониманием, готовы помочь, соответственно, у них отношение меняется. И понятно, что они обращаются за помощью, мы им помогаем, соответственно, они как-то пересматривают свое поведение. Они тут готовятся стать настоящими бойцами, потому что у них получается это все дело. Они проходят здесь экстремальный курс молодого бойца. В военно-патриотическом центре также учат командному духу. Развить его помогают игровые виды спорта. Ребята занимаются футболом, волейболом и пейнтболом. Во время пребывания на слете для них было организовано несколько спортивных соревнований. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.